Возобновление Холодной войны Второй момент. Потенциал для нынешней Холодной войны закладывался не сейчас, а в 1994-1995 годах. Именно тогда была предопределена современная ситуация. Что произошло в эти два года? Во-первых, американцы, администрация Клинтона пришла к выводу, что Холодная война кончилась для Соединенных Штатов плохо. Да, совершенно верно. Открыт официальный документ, есть на эту тему, называется он «Обзор ядерной политики США за 1994 год». Ключевая цель достигнута не была. Российский стратегический ядерный потенциал демонтирован не был, как был демонтирован потенциал Германии и Японии после Второй мировой войны. Не был демонтирован советский военно-промышленный комплекс. И Россия осталась тем же, чем был Советский Союз. Единственный спасной мира, способный технически уничтожить Соединенные Штаты и вести с ними борьбу на базе обычных вооруженных сил. То есть задача, совершенно верно, да, стратегическая найти какую-то форму демонтажа российского стратегического потенциала. Вот это, да, стратегическая задача американской политики в отношении России. И она была именно тогда, в 1994 году, достаточно открыто сформулирована. Второй момент. Происходит знаменитая в Неаполе встреча Ельцина и Клинтона, где Ельцин ставит вопрос о гарантиях по поводу нерасширения НАТО и спрашивает о гарантиях Горбачёва. Ответ Клинтона документально всем известен. Да, говорит он, мы такие гарантии давали президенту Советского Союза, президенту Российской Федерации. Никто ничего не обещал. То есть получается, да, что никакие гарантии, какие были достигнуты на исходе Холодной войны, действовать не будут. Нам надо готовиться к новому туру соперничества. Ну и, наконец, в третий момент, я помню тоже, да, 1994 год, ноябрь, происходит знаменитая Будапештская речь на саммите СБСЕ Ельцина, где он говорит, что нам неприемлемо однополярный мир расширения НАТО. С этого момента Ельцин сразу перестает быть первым демократом, а становится коррумблидером, новым царем, нео-царский режим в России, как потенциальный противник. То есть, в общем-то, да, уже тогда, в 1994 году, все было сказано совершенно четко и недвусмысленно. После чего уже началась, по сути дела, тогда возобновилась новая форма противостояния между Россией и НАТО. Вот за эти годы показали, что нам, к сожалению, да, не удалось выработать формулу, скажем так, да, какого-то компромисса, как пытались в начале 2000-х годов, ведь первый срок Путина, это была попытка выработать формулу какого-то компромисса под видом борьбы с терроризмом, с новыми угрозами. Помню эти годы, обилие круглых столов, обилие дискуссий, обилие разговоров о партнерстве. В общем-то, да, ничего из этого не получилось. Ну, а теперь, да, уже переходим к современности. Я бы добавил еще третий успех американцев, то, о чем говорил Константин Валентинович, помимо двух первых успехов, есть еще и третий успех. Им удалось в нынешнем году зачистить наших союзников внутри НАТО, внутри Евроатлантики. Да, там же традиционно было противостояние с советских времен. Были атлантисты, Великобритания и Нидерланды, которые всегда стремились только то делать, как говорит Вашингтон. А были евроатлантисты во Франции, в Германии и в Италии. Те, кто говорили, да, надо делать, как сохранять американское присутствие, но при этом ограничивать американцев и уметь вести диалог с Советским Союзом и с Россией. Задача не допустить военного конфликта. Вот, к сожалению, нынешний кризис украинский показал полную зачистку евроатлантического направления. Кроме пока еще чуть-чуть в Италии, нам по большому счету уже становится не с кем разговаривать внутри Европы. У нас нет ни прокладки, ни посредника между Россией и Североатлантическим альянсом. Что происходит сейчас? Вот сейчас, как это вам не покажется странным, в какой-то смысле на новом этапе, наверное, воспроизводится ситуация 16-17 веков. Когда основной сводится конфликтный регион, становится Балтийско-Черноморская конфликтная система. От Финляндии до Грузии. Вот это единый пояс государств, за который развернулась борьба. Вот началось это с саммита НАТО в Уэльсе в сентябре, когда они очень четко сказали, наша цель разместить здесь определенную военную группировку. Да, пока она не опасна для России для танкового удара образца 1941 года, но для провоцирования, втягивания в Россию кровопролитные военные конфликты или создание второй варианта для России, казус Бейли, после чего Россия будет вынуждать ее к отступлению, это, по-моему, идеальное средство такого военно-дипломатического давления. И здесь четко вырисовываются три, по-моему, направления. Первое, да, это, конечно же, Украина. Второе направление, это, я думаю, будет Прибалтика, где будет размещение американской военной инфраструктуры пока в ограниченных провоцирующих целях. А третье, это, конечно, втягивание скандинавских страны. Продолжение следует...